добрый день дорогие друзья с вами Мария Карпинская студия Марии Карпинской новое планетарное телевидение и сегодня тема которую я хочу поднять она опять же истекает из вчерашнего дня позавчера из вчерашнего страшного дня который мне пришлось прожить и забыть сегодня да здравствует новый день потому что тема сегодняшняя она звучит так почему встреча и беседы с бывшими своими знакомыми ставшими в кавычках духовными людьми становятся просто опасными вы знаете вот сколько бы я не встречалась с людьми причем это звонят какие-то старые люди какие-то новые там как мы где-то с вами встречались 20 лет назад 15 лет назад три года назад все что-то напоминают я конечно же никого не помню потому что прошли миллионы людей это правда и вот они там были обычными стали духовными и дальше начинается с ними общение боже милостивый боже мой они вот самое страшное что я поняла что есть на свете это невежество откуда порождается невежество от отсутствия совести от отсутствия вообще просто вот и гон называется это гон то есть человек допустим начитался вот сейчас же так много разной литературы эти контактеры все эти всякие разные писаки которые пишут вообще без основания просто им там идет потока они пишут этих потоков миллионы это все как это сказать разные представления воспоминания еще что-то все что угодно там может быть и понаписали такое количество что и потеря и есть интернет по которым в котором вот очень много говорят о чем-то вы знаете я просто честно говоря не просто некогда вот некогда потому что я всю свою жизнь занималась либо исследованиями чего-то и вдруг мне звонит знакомый говорит я тут занимался исследованиями генетики вообще просто где он мог заниматься этими исследованиями и где он не учился ничего он не заканчивал но вот занимался и дальше там такой гон уже по поводу всех религий богов там и всего и когда ты это слушаешь у тебя просто уши сворачиваются в трубочку потому что допустим если говорить о христианстве но не о христианстве самому как она возникла из ватикана из александрии вытащилась там или откуда-то а если говорить о христе то чтобы хоть немножко о нем чего-то разобраться надо же не только читать там новый завет или там не канонические его заветы всякие там евангелия надо же вообще посвятить этому какую-то часть своей жизни то есть заняться этим вот и я допустим если мне нужно было узнать у меня был близок образ христа христос был очень близок и мне нужно было о нем побольше узнать ну как и человеке смотрите если вам нравится девушка и если вам нравится мальчик и вы хотите о нем побольше узнать вы начнете вообще за ним подглядывать подсматривать изучать его жизнь биографию и так далее если вы невежда вы не будете ничего изучать вы просто посмотрите и будете говорить то что вам взбрендит ваш на ваш ум да ну вот так сегодня поступает большинство духовных так называемых гуру или как они себя там обзывают я не знаю ну да учите все мнят себя учителями это ужасно это так страшно вот и все пытаются слить эту информацию большая часть их почему-то все время проплывает мимо моей гавани спокойной тихой все корабли проплывают и пытаются пристать приходится и не то что пристать а выгрузить все что у них там есть как абсолютную истину вот так вот если хотела узнать побольше о христе первое что я сделала это я поехала в израиль я прошлась по всем местам двери там иордан магдала но везде где нужно везде прошлась везде все расспрашивала в то время еще было возможно я встречалась с разными еврейскими как они там раввинами у них спрашивала разговаривала с разными посвященными людьми это целый путь огромный я ему посвятила много-много лет с по крайней мере с девяносто там шестого года я ездила в израиль сколесила все провела расследование потом когда я узнала что иисуса в 12 лет забрали по великому караванному пути три волхва забрали в индию потому что они же пришли когда он родился мальчик-то родился они уже знали что он родится если знали значит давайте так рассуждать по разумному не как там написано значит к марии когда она сидела в монастыре попавшая монастырь ее там спрятали видимо от кого-то от чего-то к ней кто-то прибыл из тех кто ее знал близкий родной может это говорил ты был в кавычках вот и если он побывал у нее уехал значит был контакт какой-то и они знали что родиться по звезде невозможно определить послушайте это ж глупо как бы по звезде рассчитаете место но это невозможно вот и поэтому надо понимать что можно что нельзя и поэтому они знали и приехав далее там смирно золото понятно все выкупили его заранее сказали матери марии вырастет заберем будет учиться там и так далее потому что небогатая она была семья семья небогатой вот и забрали и дальше я чтобы понять я путешествовала по следам от самого юга можете представить пропахать всю индию бутан упал и идти по храмам и спрашивать был ли иса есть ли о нем записи и так далее и таким образом я составила себе представление но честно говоря не стала писать эту книгу можно было бы написать но не просто нет времени честно говоря на книгу потому что очень много еще чего нужно разрыть сделать и так далее вот и теперь я имею представление об этом и когда какие-то люди начинают вообще бла-блакать просто неизвестно от чего ну что тут скажешь дело в том что их информация не ложится в мои уши просто потому что я имею другую информацию которую я методом собственной практике и пропахав ногами и всем головой и сердцем достала и это то что я достала как со дна океана это мои драгоценности которые лежат в моем сердце естественно что эти драгоценности я иногда показываю людям но никто не сможет их взять потому что они лежат внутри меня и поэтому я человек который по разным поводам не имеет сомнений потому что я сама добыла это все со дна вот этого океана по имени океан человеческих жизни океан планеты земля океан не тот физически а древний океан где находится знание и когда ты раскапываешь их по деталям вот этот же человек я хотела с ним встретиться теперь встречаться не буду ни с кем этот же человек мне там начинает трендить по поводу индии он как раз говорил что дураки индусы надо и семью иметь и йогом быть ну просто дичь какая-то дичь хотя некоторые говорят что вот надо сочетать сочетать это невозможно чтобы стать йогом надо стать самому на себе пожениться то есть нужно вырастить себе женскую половину и мужскую стать наполовину мужчиной наполовину женщиной вот как шива как парвати ну как шива он же предлагает шива предлагает стать как он он всех называет друзьями у него нет работ вот и вот этот парень значит начал гнать на шиву что это в общем какой-то там никакой бог и так далее но полное незнание я говорю а ты в индии хоть раз бывал нет ты что-нибудь там изучил нет вот это невежество жуткое невероятное это это свойство тех людей которые живут на нашей территории к сожалению потом вот у меня там передачи есть и там ну с определенного съезда или конференции выступает и стрицов такой профессор советских времен и на него тоже гон такой идет то есть знаете мне иногда кажется что может быть это просто боты боты сидят там заплатили деньги они пишут всякие гадости но все равно эти боты будут просто проклятые уничтожены пусть они меня слышат потому что человек возрасте профессор который учился который посвятил всю свою жизнь вот науки да он говорит какой-то свой опыт не важно какой это его опыт самое ценное что есть на свете это твой собственный опыт если ты его добыл собственным трудом то выше этого нет ничего перед этим нужно склоняться вот люди совести они склоняются перед этим потому что они труд ценят ценят человеческий труд и жизнь человеческую а те кто не ценят вот эти невежды вот они наезжают на него пишут там всякие оскорбления называют его старикашкой вот все кто это делает против него они сами такими станут и они за это за все заплатят это я вот говорю говорю как мать дальше значит сделала я передачу разговор вот с неким там Елизаром который там Владимир Елизар не важно который пытался пытался мне высказать или рассказать опять свою какую-то теорию смысл этой теории в том что все ну все лжецы кроме него естественно что все теории лживы а его теория правильная это то чего он хотел сказать подкожно и он все равно и что он хотел бы чтобы все те кто сейчас есть его бы теорию проталкивали ну таких я встречала на своем пути тысячи тысяч так вот несвязанная речь не умение выстроить ясную мысль перескакивание с одного с одной темы на другую что-то ужасное потому что человек начинает например он начинает свою речь и даже задает вопрос мне хотя я журналист и ведущая но это ладно так это бескультурия он задает вопрос я отвечаю по поводу броникова честно там броников клыков взяли я знаете у меня есть свое отношение ко всем этим людям но у меня есть факты которые допустим по поводу броникова есть факт мой личный тоже мой личный опыт так вот когда ты говоришь свой личный опыт на него это делают вот так твой личный опыт это все не имеет значения вот я говорю так откуда он это говорит где он это взял то ли ему там сбрендило то ли он прочитал какой-то книжки не доведя а на самом деле просто сидел и умом своим хитро искал хитросплетения как бы вот не важно как опрокинуть там кого-то другого чтобы себя поставить на его место ну знаете прав там броников плохой он хороший верная его теория неверная нравственная безнравственная сейчас речь не об этом речь о том что очень все воришки стали шустрыми пытаются локтями всех скинуть и быстро вскочить на какое-то место знаете есть игра такая в стульчики стоят стульчики и вот там бегают все по кругу потом стоп и кто займет чей стульчик а кто останется без стульчика вот примерно сейчас такая игра вот но в этой игре пусть они играют хоть обыграются мне наплевать да на все на это но в этой игре вот они они же находят меня я думаю как они меня находят вот они звонят и они мне вот в эту в эти уши вливать пытаются вот эту свою билиберду вот это свое невежество прежде чем кому-то что-то говорить вливать ты научись хотя бы строить мысли ты научись чему-то языку правильному литературному разговорному есть литературный язык есть разговорный язык понимаете вот и в разговорном языке человек должен держать мысль а если он уходит от основной мысли он предупреждает что сейчас я вот сделаю отклонюсь от этой мысли но это отклонение приведет к этой же самой мысли он предупреждает человека для чего это делается для того чтобы человека вести по определенному что такое мысль это как линия это как дорога а представляете что я веду вас по дороге а потом раз и сразу вот в разные стороны куда-то там в дебре веду и вы уже забыли где ваша дорога и вы уже ничего не видите и вы уже ослепли а дальше у вас по голове тюк и все и все у вас забрали на ваше место сели вот это все разбой вот понимаете и сегодня этот разбой наблюдается на всех планах на физическом на астральном на ментальном на научном на всех планах идет разбой вот но я вот говорила что у матери природы есть защита это я поняла у матери земли и она не допустит то есть она дает возможность сейчас проявиться всем 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 насколько они вот разбойники да вот потому что они все разбойничают и это правда вот и когда я делаю передачу с этим человеком и в конце он просто открытым текстом признается мне признается о том что ему надо что он хочет чтобы его теория самая правильная ее толкали все в том числе я ну это ко мне если бы он был первый такой их уже тысячи и тысячи они все идут почему они притягиваются ко мне я что их приглашаю нет давайте подумаем значит первое такие люди будьте осторожны они очень опасны потому что они идут как сломя голову через дебри они вас никогда не предупредят они безкультурные невежество самое страшное это невежество вот и если вы наслушаетесь таких людей ваши ваши уши и ваши клетки входят вот эти разные знания знаете это вот как же это такая была про черевички это Данила по моему и черевички вот привести от царицы сказка такая и вот то ли его Данила то ли как это звали и вот стоят бабы на улице кричат одна удавился другая утопился третья повесился улетел там и так далее вот примерно это творится сегодня везде и в науку в философию во все вот строгие науки были пущены вот эти вот удавился утопился и так далее и это так грустно и они все объявляют себя учителями они все хотят вокруг себя собирать всех людей и управлять они все хотят одно управлять и когда вчера вот еще сказали там про Бога Шир всякие гадости причем старые знакомые ну что тут уже скажешь не был в Индии как я туда езжу да в течение многих лет не изучал ничего если бы он это сказал при индусах они бы ему просто покрутили пальцем у виска и все вот это наезд на индусов одни мы хорошие ну наезд там еще на кого-то это это все невежество это все бескультурия и это все следы рабства печати печати былого рабства печати что-то чего-то такого что несет в себе вот это горе беду и я считаю что эти люди просто ну вот как болеют и нужно эту болезнь как-то пережить я уже поняла что надо даже прятаться от них потому что они не дают двигаться они не вот я что-то делаю да каждый день у меня какой-то шаг там заключила договор такой заключила договор секоль а они вешают вот эту свою какую-то лапшу которая просто состоит из разных вот обрывков как газеты порвали да вот и обрывки газет на которых что-то там написано с бессвязными мыслями вот поэтому так опасны эти люди и будьте осторожны их очень много вот мне а мне еще и присылают ссылки на разных людей вот это послушайте вот то послушайте я не хочу никого слушать по одной ну слушаю порой своего брата у него слишком много тоже хаоса там и всего но есть какие-то ценные знания которые я вылавливаю тем более что он утверждает что он был в прошлой жизни шизера бинда возможно все возможно ну значит он пошел дальше замечательно и я слушаю его я слушала своего отца у меня было кого слушать чтобы выложить очень четкие знания остальное то что мне отец дал я дальше добывала методом экспериментов и вот это труда просто труда я много ездила я много изучала я вот допустим не езжу в южную Америку потому что вот мая мне не интересны хотя я про них кое-что знаю но я как бы не занималась ими поэтому мало что я могу сказать о мая но я изъездила весь Израиль и разговаривала с огромным количеством разных людей которых я находила и посвященных и всяких я изъездила вдоль и поперек всю Индию тоже ее знаю изучила все что там происходит вот и поэтому рассуждать о чем бы то ни было находясь где-то и не изучив вопрос это это опасно для тех людей неискушенных которые еще не готовы первый раз что-то слышат они могут словить и попасть вот такой вот как я вам говорила что знание это постоянное развитие и такая синусоида а вот они выхватили допустим даже что-то из этой синусоиды что-то и вам это вот нацепили на голову это все равно что горшок одеть на голову и закрыть вас от дальнейшего развития поэтому еще отвратительно мне конечно что вот эти опять же боты что ли пишут там всякие гадости и женского пола и мужского я думаю что это даже не настоящие это все боты это все мутанты их сейчас очень много и много повсюду поэтому в такое время я и себе говорю себе тоже знаете выводы и вам тоже берегитесь таких людей псевдо духовности псевдо чего-то знаете есть классика вот есть классика там лучше почитать философов классических даже взять Канта Аристотеля Платона очень много для себя откройте вот я читала тут вам блока через стихи блока можно очень многое если вы знаете философов то будете читать допустим блока стихи того же тетчего блока некрасова вы поймете гораздо больше потому что это живой огонь и лучше иметь живой огонь получить вот в эту ручку да чем вам дадут какие-то кости обломки костей вот это вот все неизвестно что и утверждают что это абсолютно истина ну вот с вами была Мария Карпинская я надеюсь что мне удалось изложить эту сложную тему вложиться в 20 минут но основное будьте внимательны будьте осторожны такое время пошло потому что да еще чтобы добавить рушатся все знания все основы они сейчас разрушаются вы знаете когда что-то рушится всегда разбой происходит рушится ли магазин какой-то открылся нет продавцов сразу разбойники появляются разграбы и здесь тоже рушатся все старые религии знания идет разграбление всего и вся кто чего схватит поэтому все до свидания с вами была Мария Карпинская всего доброго